В Красноярске заработали елочные базары. Уличные продажи новогодних деревьев стартовали во всех районах города. Всего больше 200 торговых точек. На одной из таких сейчас находится моя коллега Виктория Столярова. Она на прямой связи со студией. Вика, ну вот в этом году цены поднялись и как вообще идут продажи покупателей? Много? Виктория Столярова Выставить красивые новогодние деревья на продажу. Вообще, что касается ажиотажа, то, как говорят продавцы, он начинается только в канун Нового года. Буквально за несколько дней тогда уже цены начинают снижать и можно в принципе поторговаться даже. Но вот что касается вообще расценок в этом году, мы сейчас спросим у продавца елок. Это Егор Павлов. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие у вас расценки в этом году и какой ассортимент? Расценки на этот год такие. Пихта метр погонный тысяча рублей, ель новогодняя 800 рублей метр. Соответственно, сейчас у нас в ассортименте пихта. Завтра прибудет ель у нас. У нас в ассортименте есть вот такие вот корзиночки. Какой они цен? 500 рублей. И букетики есть, они уже по 300 рублей. По сравнению с прошлым годом расценки как-то остались на прежнем уровне или поднялись? Нет, мы даже немножко их снизили, потому что мы уже в этом году напрямую работаем. То есть сами заготовили и поэтому цены у нас дешевле. А расскажите, откуда елочки приехали? Это у нас Пировский район. Там мы договариваемся с лесничеством, у них закупаем, получается, и уже на основании документов всех рубим. Они там как бы лесники помогают нам вырубать. И заготавливаем уже непосредственно ветки, сами пихты, ель. Ну, я смотрю, у вас здесь пока только ели, да? Пихты вы говорили попозже. Нет, наоборот. Пихты здесь, а ель прибудет завтра только. Дайте совет красноярцам, как сохранить новогоднее дерево, чтобы оно дольше простояло. Самое главное, это нужно дерево подпитать, подпитать водой. Вот у нас в ассортименте есть вот такие подставочки. Они сделаны под воду. Дерево нужно, когда с рынка вы принесли, только с улицы, ему надо где-то сутки просто постоять, чтобы ствол прогрелся. И только после этого наливать воду. Тогда у вас пихтов просто и до 8 марта спокойно. Будет даже шишки давать молодые. Спасибо большое, Егор. Желаю вам хороших продаж. Ну, а я напомню, что сейчас продажи новогодних деревьев стартовали пока только в четырех районах города. Это в центре вот здесь, на республике. Также еще в историческом квартале это перекресток Горького Баграда. Также в Свердловском районе это площадка перед районной администрацией. В Октябрьском на улицах Карбышева-Копылова. Всего в этом году будет более 200 торговых точек, где можно купить живые настоящие ели и пихты. А полный список адресов можно посмотреть на сайте городской администрации. К слову, предприниматели, которые хотят поучаствовать в работе елочных базара, должны предоставить в администрацию своего района документы, которые подтверждают законность рубки деревьев. И вот, к слову, полицейские тут недавно напомнили, что за незаконную рубку ели предусмотрены административные штрафы до 4000 рублей. Возможно, даже уголовная ответственность. Поэтому, если вы хотите настоящую, живую, красивую, а главное, законную елку на Новый год в свой дом, то вот вперед сюда на новогодние базары. Здесь всех ждут. В полную силу они начнут работать уже с четверга. У меня на этом все. Юля.